Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на третью часть марафона «Шарфей». Марафона, который посвящен вязанию изделий, которые мы носим на шее. И этот марафон не столько посвящен обучению простейшим приемам вязания, как в нашей школе машинного вязания. Все-таки мы здесь будем заниматься созданием конкретных изделий и разбором особенностей и вариантов вязания на примере геометрических фигур. В этой части, в третьей, мы проходим форму квадрат. И особенность креатива урока заключается в том, что вы знакомитесь с различными способами оформления соединения треугольных фрагментов в квадрат. Многие видели объемные квадратные палантины, связанные круговыми спицами, но не представляют, как они вяжутся на машине. После этого урока вопрос будет полностью закрыт. Мы решили, что не будем ограничиваться одним вариантом вязания, предлагаем вам целых два вида – долевого вязания и поперечного. Долевой палантин состоит из четырех отдельных клиньев, соединяемых между собой в процессе вязания. Есть много красивых способов соединения. В этом уроке мы используем четыре клина и четыре разных варианта соединения. Мы показываем прямо на одном изделии, а ваша задача – отработать все четыре, либо выбрать понравившийся вариант и связать палантин. Можно одним способом оформить все изделие, можно, как у нас, отработать все четыре варианта на одном изделии. А второе – это поперечный палантин, который вяжется из восьми частей частичным вязанием. Их соединение происходит очень логично и не требует дополнительных действий, например, сшивание. И мы покажем, как связать изделие с одним незаметным швом. И в результате огромный палантин будет выглядеть как цель навязанный, бесшовный. Таким способом можно вязать очень большие палантины. Далевой палантин. В нем одна грань равна ширине машины. А в поперечном одна грань равна двум машинам. Посмотрев и провязав эту часть марафона, вы познакомитесь с разными техниками. А именно с вязанием клиньев, соединением клиньев в процессе вязания. Мы покажем 4 вида соединения. Конечно, клинье можно сшить, но нам этот вариант не интересен. Также вы узнаете секрет поперечных углов и переход от одного угла к другому. Очень интересный вариант, когда 4 клина создаст достаточно большой цель навязанный платок с уголком. Поэтому, если вы все еще думаете присоединяться к марафону или нет, напомню, что марафон проходит в несколько необычном формате. В этом марафоне мы не закрываем предыдущие уроки, а оставляем их открытыми до самого конца, до окончания, до момента голосования, по заключительному этапу, до 28 декабря. В какой бы момент вы не присоединились к марафону, вы увидите все уроки, которые были отправлены остальным участникам. Поэтому присоединяйтесь в любой момент, в случае, если вы не будете успевать, то вы сможете приобрести запись этого марафона. Участие в марафоне без записи стоит 1000 рублей. Форма оплаты и ссылка на группу ВКонтакте, в которой участники выкладывают свои отчеты, находятся под этим видео. Если у вас остаются вопросы, пишите на нашу почту post.sbo.vizal.ru Ссылочка тоже находится под этим видео. Ну и если вам нравятся наши вязальные проекты, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нашим вязальным проектам.